Максим Чеев и Герман Громов. Здравствуйте всем. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, ну и мы начинаем. У нас ворок зон против СП. Хорошее противостояние у нас будет сейчас. Ох, чувствую, здесь чьи-то попцы будут гореть, гореть, полыхать. Но посмотрим, чьи же. Пока у нас на живой раунд. Давайте посмотрим, кто на ДЦ будет у нас выбирать себе сторону. Максим, ты здесь? Да-да, я с вами, дорогие друзья. Всем привет. Ставочки. Начал уже, нет? Да, сейчас. Вот, пока Максим занимается ставками, я, в принципе, оглашу ростер команд. Как только мы зальемся непосредственно в комнату. Так, ну что, давайте, поехали, поехали. Что-то я долго прогружаюсь. Наверное, я не прогружусь из-за отсутствия хоста. А я говорил. Ну ладно, тогда просто по ростерам команд пройдемся. В принципе, на живой для нас не имеет особого веса. Ну и за ворк зон играют. У нас это ренейм. Некоторые сделали это. Теперь Токио, Бластер, Бауэр, Дерзкий и Клач. Ну а за команду СП играют Дуо, Джерс, Динамо, Ники и Тушкан. Вот такие вот оппоненты сегодня встречаются в рамках Бо-3. Первая карта. Первая карта, деловой центр. Так, ну и что? Да, ясно. Лови, Герман, лидера. Так, ну что ж, ребят, я вам даю еще времечко, чтобы сделать ставочки. Ну и, собственно, там уже никаких вариантов не будет. Так что пишем, не спим, но и, собственно, может быть, именно вы будете у нас победителем на ставочке. Ну что ж, зеленеем и, Герман, раз, два, три. Да, давай, раз, два, три. Бумага. Раз, два, три. Камень. Бумага. Ну ты, блин, охренел, что ли, совсем? Я сказал камень, это еще две секунды ждет пока, ну ты что? Да, да, конечно. Вот давай за симуляцию и начинай первый раунд. Ага, конечно, конечно. Вот стоп, вот ты сейчас послушай стрим, послушай стрим, запись. Вот ты просто послушай. Да, вот две секунды. Ты послушай, нет, ты серьезно послушай, тебе даже зрители скажут, я сказал, и потом ты сидишь, ждешь. Уже, уже все, там уже прошло, я послушал, там уже прошло, я не успел. Ну вот, значит, комментируй. Да, не, не, сейчас. Я пока ставочки спокойно закрою. Ну закрывай, закрывай, первый раунд за тобой. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Герман. Да, Максим. Твой первый раунд. Твой? Ты засимулировал. Да, да, конечно. Ну ладно, окей, это уже дело десятое, посмотрим, как ребята будут действовать. Но пока что коллектив ФСП уже работает позитивно, там динамо и дуо, а на приеме Бауэр работает, уже с вами неплохой дэмэдж, и дуо оформляет опен фурак. Сластер стягивается на вердом. Ну и здесь уже все продумили, забросали осколочными, собственно, заставили коллектив Воркзон стянуться под бету, а тем временем вектор атаки резко был переброшен под альфу. Джерс делает свое грязное дело, собственно, зачищает альфу, и уже можно заходить в позиции плейнта. Токио также падает от динамо в коробке, ну и, собственно, дерзкий с бластером остаются вдвоем против четверых игроков коллектива СП. Ну что ж, не позавидуешь сейчас ребятам, но посмотрим, как будут действовать. Есть нашивка от динамо, минус бластер, но и здесь дерзкий также огребает свою порцию свинца, и первый раунд за СП. Отличное начало от команды СП, и будут ли придерживаться дальше своих танцев сейчас? Сашка Карпачев там, наверное, многое. Он рассказал ребятам, как лучше, как правильнее отыгрывать, но увидим, принесет ли это свои плоды. У нас снова под альфу заливают сразу три игрока, а там плач в это время. Плач в это время будет сейчас соло броняться. Ему, кстати, уже прилетело довольно-таки неплохо. Ну альфу-то уже заняли у нас СП, и здесь могут быть проблемы у команды. Джерф там еще неплохо действует, забирает Токио. Ну и динамо, установка Апланта. Клач близко с дверей будет отыгрывать сейчас, и могут возникнуть проблемы у товарища Клача. Они возникают, и ситуация 5 в 3 уже, 5-4, все-таки, точнее 4 в 3 дерзки выбивает у нас Тушкана. Бауэр здесь 6 хп пытается воевать, но его здесь просто уже не отпустят. Ну вот Бауэр. Техниль бластер получает по лицу, динамо здесь неплохо раздает, ну и возможно 3,5 килла от этого парня. Или же все-таки здесь дерзки что-то нам покажут. Какую-то нереальную стрельбу. Но нет, одного убил. Ну а дальше нам, кстати, двое родовых. Дуо и динамо были, и тем временем счет 2-0. За коллективом СП. Очень уверенно работают ребята, особенно динамо 7-0. Просто за 2 раунда парень совершенно не чувствует своих оппонентов. Но посмотрим, как парни будут действовать далее. Что они будут предпринимать и куда будет заброшен вектор атаки. Пока что динамо и дуо по-прежнему дуэтом работают через центральное кафе. Собственно по зигу, а бету обороняет бластер с дерзким. Токио, если что, будет саппортить в дом. Но пока что на нем находится коробка. И вот если отпустит эту позицию, то очень сильно рискует продать клача. Но посмотрим, посмотрим. Да и не только клача, собственно всю альфу. И тем временем динамо делает свое грязное дело, напрягая ситуацию на зиге. И собственно что же происходит сейчас? У нас уходит Токио в дом. И клач вынужден стянуться под коробку. Бауэр тем временем воюет под стритом. Но некий моментально его наказывает за агрессию. Динамо продолжает унижать под бетой. Даблкил в его копилке. Токио все-таки оправдывает свою позицию. Ставит хедшот по до. Но динамо триплкил. Просто беспощаден этот парень. Занятен. Бегом-бегом клач. Но очень сильно рискует поймать сейчас по шапке. 64% на хилбаре. Есть выход с домом. Но у динамо уже есть информация. Будет ли это квадровое исполнение. Да. Это действительно так. Ну что ж. Три ноль. Довольно легко пока что раунды достаются команде СП. То ли подготовились, то ли ворогзоны. Почему-то собрать не могут. Но хочу заметить, что ворогзоны пока что не дезморалят. В химчат, так скажем. Потому что до этого парни там в случае проигранного раунда просто там бомбили. Так что Хиросим и Нагасака отдыхают у нас. Ну да. Здесь оплфраг оформляет. У нас неплохо. На центральном кафе Бауэр может отлететь сейчас у нас так под Альфой. И хаешки-то ему хорошие залетают. И Джерс делает удачные прокиды. Забей. Ну вот о чем я и говорил. О чем я и говорил. Началась Хиросима и Нагасака в чате у команды ворогзон. Ну и бластер 1 в 5. Попробует затащить этот раунд. Конечно, против 5-й. Это будет сделать практически невозможно. Ну и вот до подтверждать мои слова. Жестко собрались там мотивировать Бауэр своих коллег. И это 4-0. Ну что-то как-то пока что у коллектива ворогзон совершенно не заходит катка. 4-0. И это еще атака. Ну посмотрим, как будут ребята действовать далее. Дерзкий тем временем работает через БК. Вот Бауэр оформляет даблкил под стритом. Неплохо. Тушкан есть минус Дерзкий. Продолжается работа через Лонг. Собственно, бета сейчас будет накаляться. Динамо на уверенности вновь попытался отыграть. Но вот Китхая по Зигу. И сейчас у Тушкана очень опасная позиция. Пока что его готовится контролить клащ. Ну и, собственно, Токио на пасхвате. Бластер, тем временем, минус Дон. Динамо и Тушкан неплохо разбираются со своими оппонентами. Но Токио моментально выписывает хэршот с Тушканой. И Динамо остался один против двоих. 100% на его щечки здоровья. Токио 17%. И Бластер в ловле. Ну посмотрим, что будет исполнять у нас сейчас Динамо. Ну, здесь, в принципе, смерть одного сразу же плечет инфу ко второму. Ну и, собственно, будут дожимать. Ой-ой-ой-ой-ой, как не попал! Ну, теперь у Токио есть информация по Динамо. Но все-таки Динамо принимает решение стянуться. Шугнул, шугнул своих оппонентов неплохо. И перетягивается уже подальфу. Должны уже понимать, ребята, что что-то тут не чисто. И нужно обратить свое внимание хотя бы на вторую позицию плента. Но все-таки, ребят, совершенно ничему жизнь не учит. И уже Динамо находится там. И, собственно, будет устанавливать плент. Бластер только перетягивается по Зигу. Плент уже установлен. И Динамо успевает занять вторую козырную точку. И от нее с дуалами будет отыграть просто на раз-два. Но посмотрим, будет ли это хэдшот. Подпускает поближе. По бластеру залетает дэмэдж. Ну что ж, перестрелка. И уже оба рядовые коллеги Фордзон. Фордзон, но Фокео все-таки завершает этот раунд в копилку своей команды. И это 4-1. А я, кстати говоря, был как-то уверен, на самом деле, в Динамо, что он потащит этот раунд. Слушай, ну у него 13 к 1. Ну это вообще бешеный какой-то Динамо в этой игре у нас. Собрался парень не на шутку. Ну посмотрим, чем завершится у нас шестой раунд. И начинается он. Пока довольно-таки спокойно, без какой-либо фастовой аркады. Но его тушка, кстати, занимает уже коров. И здесь бластер падает моментально. И должна Альфа уже сейчас заходить. И на приеме Бауэр. Ой, хаешку откидывает, но... Недолго жил он после этого откида. Клач также погибает у нас на пяти. Ой, Клач, а как это отпускается? Ну ладно, вовремя вышел Ники там с дуо, да. Но как-то Клачи долго не могли убить на пятерке. И это могло стать фатальным, скажем, действием для команды СП. Но 5-1 все время. Да, и первая половина уже улетает в копилочку коллективу СП. Ну что ж, посмотрим. Есть у нас работа в центральном кафе. Дерзкий принимает решение на агрессию отыграть Зигу. Но, собственно, потом заметил дуо и Динамо. Понимает, не-не-не, ребят, дело дрянь. Пора сваливать. И бластер вот неплохо прикрывает. Забирает дуо, но Динамо отвечает минусом. Неплохо пошумели ребята откидка и Динамо. Да, остановите вы этого парня. Серьезно, даблкил уже в его копилке за этот раунд. Бауэр все-таки делает свое дело. Но Тушкан моментальный размен. Клачет минус Тушкан. А тем временем Джерс уже проходит под Альфу вместе с Никей. И есть по ним информация. Но все-таки пока что не в самом лучшем положении. Сейчас находится коллектив Worldzone. 82% на хилбаре у Клачца. И Токио 74. Перекрестным будут принимать. Но посмотрим, как получится. Мне кажется, Джерс будет по-любому уже выпадать. Но не знаю, не знаю, почему я его так не дооцениваю. Скорее всего, из-за того, что у него так мало хп. Перетрелка, да. Клачет все-таки забирает своего оппонента. Никей, серьезно? Никей, что? А я, кстати, если честно говоря, я дефьюза не слышал. Я слышал, но я не понял, как он среагировал на него. Не, он среагировал, он перевел на него прицел. Но там в такой пиксель нужно было попасть именно с того ракурса, как Никей отыгрывал. Это довольно трудно. Но не знаю, посмотрим. Токио у нас оформляет обункураг опять же по Динамо. Неплохо. Коробка стоит пока довольно-таки уверенно. Но смотрим, по ЦК дулу заливается, по длиной тюрька, но и за Александра можно посмотреть. Вчера он, в принципе, брал у нас эйс. Ну и, кстати, вот сейчас есть у него возможность повторить. Один в пять остается Александр. 82 хп, в принципе, играбельно. Давайте посмотрим, да, каска есть также на Сашке. Поэтому, Саня, все в твоих руках. Его идут уже аркадить. Ну и Токио просто ставит по нему пачку. Это 5-3 по Санярам, первой половина. Ну что ж, потихоньку-то помаленьку коллектив Worldzone начинает реабилитировать себя. Но посмотрим, насколько у них это хорошо получится. Смогут ли ребята сейчас ввести к минимуму отставание от своих оппонентов до смены сторон? Или же все-таки коллектив СП заберут и шестой раунд в свою копилку? Тем временем, есть агрессивная работа у нас под БК. Здесь Дерский хоронит двоих. И Динамо продолжает добавлять в список мертвых к себе оппонентов. И уже 16 к 4. Его статистика просто непомолимый парень. Ну, посмотрим, как отыграет этот раунд. Принесет ли он его в копилочку к своей команде? Или же все-таки будет 5-4? Динамо принимает решение отыграть на БК, пошла переплевка. Дерский 71% здоровья. Ни разу не попал по Динамо. И принимает решение стянуться пока что. Откид ХМ. Динамо очень рискует. Ну и Дерский все-таки его вырубает. Огромный КПД сейчас в этом раунде от Дерского. Троих похоронил. Ну что ж, посмотрим, как отыграет сейчас Ники Соло. Ну, тут 31% здоровья. И что-то этого парня сейчас похоронят. Да, Дерский просто квадрокилл оформил. 5-4. Первая половина матча у нас окончена. Со счетом в пользу коллектива СП. Ну и, собственно, переходим на смену сторон. Посмотрим, что будет на смене. Очень интересно понаблюдать за атакой коллектива WorkZone. Дефенс у них поначалу был настолько дырявый, что дырявые носки для девайса не такие дырявые. Но все-таки справились с каким-то давлением, что ли. Наверное, так это будет правильно назвать. С нервозностью команда WorkZone. Но все-таки молодцы, собрались и дотащили до минимального. 5-4 счет, в принципе, довольно-таки неплохо. Так, ну что, стартуем вторую половину моментально. Карта Деловой Центр. Кстати, ты не помнишь, что там вторая и третья карты у нас? Какие? Какие карты? Багдад будет третий. О, и Буря в пустыне второй. Ох, замечательно. Замечательно. Ну, только хотел сказать хорошо, что нет ДЦ, а я сейчас понимаю, что мы на ДЦ же играем. Но ДЦ все-таки присутствует. Хотелось бы Багдад наблюдать второй картой, но Буря в пустыне. Но Буря в пустыне. Почти как Багдад, такой же песочный. Знаешь, какую карту хотелось бы? Карту хотелось бы... Нет, что-то типа а-ля на природе, что-нибудь такое. Типа, есть же у нас такие карты, что-то там... Джуанчжу-Манчжу там, Гуанчжоу, что-то там какие-то карты есть такие. Вот, которые, то есть там, например, по скалам, там, туда-сюда, вот таких карт на самом деле нет. Почему-то у нас... Они как бы в игре и есть, но в соревновательном режиме они не используются. А, Мачу-Пикчу его есть. Но она как бы такая себе, так скажем. Особо там толком-то и не покомментируешь на ней. Она более мясная. Ну ладно, посмотрим. Клач пишет. Мда-а-а-а! Недоволен своей игрой, видимо, товарищ Клач. Ну и сейчас Бластер, Токио и Бавар попробуют в троечках взять пятый раунд из своей команды, или же всё-таки... НС Каски! НС Каски заберут шестой. Конечно же НС Скай, это... Тонки Рофил, если кто не понял, был такой раньше. Человечек, который написал мне в личку. Не знаю, может он сейчас есть. Я так сказал о нём в прошедшее время, компьютерный номер, не знаю. Дай бог тебе, конечно, здоровья, дружище, но... Герман говорит, я был в клане НС Каски, возьми меня. Ну я так понял, что в НС Скай, ну и потом это пошёл Рофил. Ну ладно. Возьми меня полностью? Возьми меня полностью в НС Каски. Я так говорю, не-е-е-е-е. А, нет, он говорит, я играл в НС Каски, возьми мне в свой клан. Не, братан. А я на тот момент был в ОЕКЗе, когда у нас команда не тупи была. Я, Фрит, Ксид, Грей и Фаршик. Так, ну что, у нас Тушкан убивает с гранаты бластера. Здесь уже будут сейчас пробовать минеровать бомбу. Динамо в пленто у нас уже вам всё бегает. А здесь Бауэр может, кстати, уйти-тью-тью-тью-тью-тью-тью. Погибает у нас всё-таки товарищ Ду, погибает товарищ Ники. А вот это, мэйби, проблем. Но всё-таки, ладно, Динамо забирает своего оппонента. Ну и Тушкан также на третьей разбирается с Токио. Если бы Саня Тушкан сейчас погиб, это могло бы стать, так скажем, ошибочным мнением выйти на стрит. Но всё-таки Сашка на опыте. Сашка молодец. 6-4 СП ведут. Так, ну что ж, остается 4 раунда коллективой СП, чтобы забрать эту карту в свою копилку. Но посмотрим, смогут ли они это сделать. Но пока что по первому раунду на второй половине судить сложно. Но, тем не менее, его отыграли неплохо сейчас коллектив СП. Собственно, забрали тем самым раунду в свою копилочку. Но здесь есть агрессивная работа уже на Зиге от Кит Хаем. Но Зига также обороняется. Дерзкий, неплохо забирает Тушкана. Должен уже забрасываться в электроатаки под бету. Но пока что этого не происходит. Ребята сильно робко работают через Зигу. И здесь уже Джерза успевает отстрелить Токио. Бауэр должен понимать то, что сейчас где-то под бананом будет находиться Джерза. Ну и, собственно, будет принимать его в упоре. Туа-93, но пока что передвижений никаких не происходит. Зачекал, зачекал Бауэр Джерза. И уже побежали под бету. Под Альфу, под Альфу должны ребята действовать. Туа тем временем. В доме находится Ники Чека. Зигу, неплохо. Залетает хорошо по Клачу. И по Альфу заходит сейчас коллектив WorkZone. Бауэр уже устанавливает плейнт. У А-93. Посредственно в позиции плейнта. Динамо под пятаком. У А-93 парня. У него залетает в соло. Ну что ж, ты, дружище, ожидал другого исхода, когда ты один на три тела залетаешь. Зачем? Почему не дождался тиммейтер? То 10% здоровья, Ники 82, посла перестрелка. Ну здесь со всех сторон просто хоронят. И этот раунд отлетает к WorkZone. Так, ну что, счет 6-5 у нас становится. И команда WorkZone по-прежнему в бою. Не сдаются парни. Простреливают, кстати, здесь сейчас вот это. Emergency, Exit Only. И здесь выход на Зигу. Иду моментально хоронит своего оппонента Клача. Ну и здесь Бластер все-таки делает размен. Грамотный Клач выбывает у нас. Видимо, нужно что-то ему сменить. Но это уж как. Выходит у нас. Забирает Бауэра. И ситуация 4 в 3 на карте. Ну, WorkZone здесь по-любому за путевку в топ-4, так скажем, не борется. Они, так скажем, борются за выживание. Скорее, чтобы не играть стыки какие-то. Но не знаю, получится у них или нет. Если они проиграют эту карту, у них опять же усугубится положение. Точнее, вообще этот матч, если они проиграют карту, то можно проиграть, а затем выиграть 2. А вот сам матч проигрывать вообще не по делу. Ну что, у нас Сашка Карпачев на длине. Зачекал двоих соперников, но и действует довольно-таки агрессивно. Запрыгивает постоянно на парч, но у Сашки 2 хп остается. И здесь могут возникнуть проблем. Ну, Саня все-таки вешает пачку родную. Может и вторую, но здесь Никки хорошо ему подсаппортил. Минус дерзкий, счет становится 7-5 в пользу NC Sky. Так, Максимка, видимо, опять куда-то отошел у нас. Нет, нет, тут я тут, проклятущий микрофон, чтоб его за левую ляжку. Но у нас есть вектор атаки подальку. Здесь Джерс и Динамо, который запринимает своих оппонентов. Клач, неплохо, есть минус по Джерсу, но Динамо моментальные размены. Джерс еще успел взорвать своего оппонента. Я сейчас, если честно, не понял как. Там еще Клач сам себя взорвал. А, ну ладно, тогда уговорили. Так, ну что ж, бластер у нас под стритом остается. И Динамо 6% здоровья с А-93 парной. Готовится контролить альбом. Ну, собственно, он это и делает, но и ждет пока бластер придет. Ну, бластер, конечно, сейчас не завидует этому парню. Один против четверых. Хоть и дуо с Динамо рудовые, но... Эти парни могут и... КПшками на нуле отвесить. Передвигается под стритом и ни в какую, не думая даже, либо заходить, или наоборот, менять позицию. Ну, а подкид хе производится. Пока что безрезультатно. Бластер заходит, перестрелочка и... Ну, что он через ширму просто зацарил. У него даже кончились, кстати, патроны в дуалах. Но каким-то образом он все-таки настиг своего оппонента, тем не менее. Ну, ладно, смотрим далее. Смотрим далее. 8-5 два раунда. СП остается до победы. И здесь Токио идет прожимать длину. А здесь Сашка. Тушкант уже на Аркаде у нас. И Саня дает информацию, мол, пацаны, давайте, хелкуйте. У меня здесь просто сброд голодных пацанов. Ну, и здесь что-то такое. Да, у Сани проблемы. Ну, Саня, скажу, что ты пик-пик-пик-пик. Это Тушкант, детка. Детка, это Тушкант. Сейчас еще Спитона, наверное, Саня заберет. Но нет, Спитона не убрало. Не удалось, так скажем, забрать. Но тем временем Квач делает минус под коробкой, минус Динамо. Неплохо. И Альфа занята. Альфа занята. И здесь трудно будет Ники и Дуу вывести. В принципе, надо посмотреть, с чем Бауэр играет. Аук, а нет, Уашка. Одни Уашки и два Ауга. Тяжело Бауэру прид... Ой, Бауэру и Дуу придется. Дуу, кстати, заходит в коробку. И здесь Хаешка ему залетает. Но он уже вышел на пять. И Бауэр его здесь, в принципе, легко забирает. Ну, и Ники также теряет у нас все свое здоровье. И счет становится восемь-шесть. Ворок-зона все-таки еще один раунд забирает свою копилку. И мы едем далее. Ну что ж, остается последнее право на ошибку. А, нет, подожди. Почему последнее-то? Еще предпоследнее право на ошибку. Сейчас у коллектива ворок-зон. Но посмотрим, потеряют ли они его или нет. Дюх, остается в соло под Альфой. Класс тем временем хоронит Динамо неплохо. Но и, собственно, Альфа сейчас самое уязвимое звено. Но здесь дуо подтягивается под пятак. Суа-93 готовится встречать своих оппонентов. Но тут со всех сторон надо уже отстреливаться. И с коробки, и с Альфы. Но успел стрелить клачем. Но Токио на подхвате есть минус. Ну что ж, у нас остается Ники и Тушкан против четверых игроков коллектива ворк-зон. Тушкан неплохой откид ХАЕ, забирает бластеры. И остаются ребята уже вдвоем против троих. Работает через пару еще нас Александр. Будет подходить сейчас к пятерке. Но тем временем весь коллектив ворк-зон отпускает Альфу и уходит подстрельно. Только вот Вауэр принимает решение сеть за кастом. Тушкан ей за коз, ловил дэмэдж. Ой-ой-ой, как же это опасно. Но Ники просто врывается, не щадя никого. О, хоронить двоих и здесь остался один на один против Токио. Очень опасная игра, но все-таки этот раунд также к ворк-зонам. Так, ну и 8-7. У нас, кстати, один раунд отставания между коллективами. Но и наверстают ли все-таки эти упущенные раунды ворк-зоны или же нет. Это фаст альфа за Джерзом. Быстренько переключаемся. Быстренько, быстренько. А, нет, развернулись под коробку сейчас, ребята. Ну и, возможно, выход под коробку будет. Или же с Дига. Пока непонятно. В принципе, по всем частям карты расположились у нас ворк-зоны. Саня Тушкан снова в агрессивной позиции поджима длины. Реализует ли свою позицию или нет. Но, конечно же, зависит очень много от ворк-зоны, если они пойдут. Ну а вот Саня сам нестерпел и пошел выжимать. И это приносит свои плоды. Но здесь еще есть товарищ Клач и Саня. Два отличных фрага. Снова вытаскивает на свою горбу Александр этот раунд, скорее всего. Есть информация по Токио. Есть информация по Стриту, но нет только информации по Бауру. Примерно знает расположение двух игроков ворк-зонах сейчас NC Sky. Но пока не более того. Потому что Бауру, в принципе, еще не палился. Ну вот Джерс забревает бластера на Стриту, как я и говорил. Также и Токио погибает. Ну и последний товарищ Бауру, который от Динамо не погибает, но получает очень большой дэмэдж. Ну и здесь все-таки Джерс сделал трипл-кил в этом раунде. Джерс плюс Пушкан вдвоем. Раунд вытаскивают и два матч-поинта в коллективе УК, точнее в копилке коллектива СП. Ну что ж, вот и теряет свою право на ошибку коллектив ворк-зон. Если отступается еще раз, то отдает эту карту в копилочку коллективу СП. Но посмотрим, как будут действовать ребята. Пока что вектор атаки определен под бету. Бауэр, Бластер и Клач уже работают через центральное кафе. Дерзкий под лонг-зон. И есть работа активная. Но здесь Тушкан стягивается под бету. Западает своим тиммейтом. Откидь Хае. Хорошо, то забирает Клач. А Тушкан с Хаешки хоронит Бауэра. И ребята понимают, что дело дрянь. Пора сваливать отсюда. Стягивается в центральное кафе. А Динамо принимает решение агрессивной игры. Поджимает уже Дерзкого Тушкан. Забирает его. Но здесь Бластер довольно-таки неплохо справляется с Динамо. Также Токио ставит хороший хатшот по Джерзу. Но что ж, позиция пока что 2 в 3. Дерзкий зазря вышел. Сейчас если еще парни потащат, то сам будет виноват. Нельзя выходить. В конце концов это дизморалит. Бластер 19% здоровья у нас под центральным кафе. Принимает решение зачекать Зигу. Ну что ж, есть информация по одному из оппонентов. Но я думаю, что это пока что немногое дает. Сейчас попытается перетянуться. Так, кстати, у него это получается довольно-таки неплохо. Уходит на стрит. Есть работа под Альфу. Ну и, собственно, Токио в коробке. Тушкан должен-должен уже чекать своего оппонента. Собственно, сбрасывать информацию. Но, похоже, не успел поймать. Но Планет уже установлен под Альфой. Перестрелочка. Очень рискует сейчас Бластер. Но Токио у него на подхвате. Посмотрим, как засаппортит. Но пока что... Неизвестно. Не самые радужные перспективы. И здесь есть работа. Все-таки Плэнт Бластер. Минус Тушкан. Ники охоронит двоих. Ну и, собственно, этот раунд за коллективом. СП и карта также за ними. Ну, что? Кто там выиграл в коды Максимилиан? Так, счет у нас 10-7. Сейчас посмотрим, кто у нас играл. Кто же выиграл? Так, ну, самым первым счет написал 10-7 СП. Джей Титон. Отправляем подарочный кодик. Но я пока что отойду вам 2 минутки. Микрофон мутен. Так, так, так. Джей Титон. Вот он у нас. Ну и, собственно, получает свой кодик. Так, ну что ж. Дожидаемся ворк-зонов на перезаход. Ребята у нас полетели. Вторая карта у нас буря в пустыне. Ну и, собственно, посмотрим, как ребята отыграют там. Но с учетом того, что мы видели за коллективом СП, как ребята действуют на этой карте. И, собственно, как они сопротивлялись командам на несколько дней выше ворк-зонов. В том, что-то мне подсказывает, что ничего хорошего эта карта не сулит для коллектива ворк-зон. Но не будем списывать их со счетов. В принципе, ребята могут отыгрывать. Есть потенциал, но неизвестно. Неизвестно пока что. И также, дорогие друзья, напоминаю вам то, что у нас идет конкурс репостов в этой вот группе Point Blank eSport Official Public. Ребята, репостим этот конкурс себе на стеночку. Ну и, собственно, сегодня произойдет уже его розыгрыш. И вы можете получить себе кодик уникальный с девайсиками, с вкусными. Собственно, эти девайсы вы на стримчанском не выиграете. Ну, так что давайте, дерзайте. А у нас тем временем карта СП. Давайте мы на нее также откроем ставочки уже. Я думаю, можно. Спасибо. Вставочки Ребята Герман Подхвати, пожалуйста. Так, ну что? Привет моим пацанам, которые смотрят Ваня и Паша. Ваня и Паша? Привет. Вам от Ветаса Алексеева Залетает такой притос Привет также чатик Твича Привет всем ребятки Знаете, вот есть такой стереотип Что да, вот там, когда стримеры якобы здороваются Там со зрителями, ну что это так Типа на отвали Но нет, я передаю привет каждому Да-да, именно ты, который ты меня сейчас слышишь Тебе привет Ну ладно, ждем, пока зайдут у нас Все воркзоны Ну и посмотрим, как же все-таки будет отыграна Карта буря в пустыне, будет ли это 2-0 Перейдем ли к третьему противостоянию бою 3 сегодня Или же все-таки поборются парни из воркзоны И навяжут свою игру Очень тонкий момент Опять же, да, вот вроде казалось бы Все тактики галактики, так скажем, переизучены В этой игре уже, но До сих пор действует тот фактор Что нужно играть в свою игру Да, как бы зачастую многие коллективы Пересматривают демки, реплеи Да, со своими соперниками, с которыми они будут играть Вот-вот, они смотрят Как они играют, да Но самое важное Не зацикливаться на игре своего оппонента Просто выдвинуть для себя какие-то ключевые аргументы Как против них лучше играть Но при этом играть в свою игру Чтобы под тебя подстраивались А не ты подстраивался Иначе просто будешь плясать под чужую дудку Сам этого не понимая Это зачастую ошибка всех молодых коллективов Но не знаю Так, ножи, кстати, да, у нас сейчас Я ставлю ножи И я готов Наживаться Наживаться на коллективах Сейчас бы нажиться на коллективах Вкусно Так, ну ладно У нас, кстати, третий противостоин сегодня Все обязаны быть Кто не будет Тот сапог Да, сапог И я буду говорить этому человеку Ну ты сапог, друг Ладно, у нас, кстати, третий противостоин, о чем я и хотел сказать Выявитесь против WVG Противостояние, которое должен посмотреть каждый парень Просто там, не знаю Должны нам такую игру показывать Что мало не покажется Потому что это обусловлено тем Что коллективы топовые Коллективы опытные Коллективы хорошо стреляющие Даже, ну там Опять же Первый топ-4, топ-5 Но это, в принципе, лучшие стрелки, так скажем СНГ сервера На данный момент Как бы оно Возможно громко и не звучало Но это факт, ребят Это факт Конечно же, это все подкрепляется Многолетним опытом Многолетним тренировками Как бы многие могут из вас сейчас сказать Да, сейчас бы тренироваться в ПБ и так далее Но любая Любая деятельность требует Подготовки Что по тиммейтам? Выкинули Ну ждем Ждем Не знаю Клач Я смотрю, в рай пришел В рай В рай В рай В рай Не было же Говорят, там можно проверить Кто на аках играет Ну, кстати, в рай А в рай то у нас был или нет? Вот в том-то и дело То, что не А в рай то ренейм сделал, что ли? Я не знаю Его не было в прошлой игре Кто? И вот это... Токио был под эмблемой форматов В клане у них Этот без зашел Нафига ренейм делать? Он сколько там? Рублей 200 стоит один купон Так перчатки менять Ох, да? Токио был под эмблемой формат Как вы сняли, что ли? Нет, это не было? Нет, это не было? Да? Да? Ах, да? Токио был под эмблемой формат Немье из-за Севернем, который был под эмблемой формат Странные, ребята, странные. Так, ладно, поехали. У нас НС Каски против коллектива WorkZone. Кто же на второй карте? Кажется, сильнее, это большой вопрос. Ставочка открыл, Максимилианиус? Да, уже закрыл. Молодец, Максимилианиус. Максимус! 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 Голодец. Давай, на раз, два, три. Давай. А, раз, два, три. Камень. Раз, два, три. Камень. Ну ты опять с задержкой, ну что ты с задержкой говоришь? Да нифига я не с задержкой, я вместе с тобой говорю. Серьёзно? Давай, раз, два, три. Бумага. Раз, два, три. Ножницы. Бумага. Ну ты понял. Ты задержался на тренировке. Я вообще-то быстрее тебе опять же сказал на секунду, но я даже на это внимание. Так скажем, не заострял. Я не знаю почему. То ли ты из-за интернета, ты как-то позже, получается, говоришь. Либо ты у меня позже говоришь, либо ты у меня позже говоришь одной из двух. Не знаю. Я одновременно с тобой говорю. Ну у меня слышится, ну серьёзно. Я вот говорю и буквально, ну может не секунду, но 0,5 точно проходит, ты как-то потом только говоришь. Сразу же после моего. Может это лагеря кипит, я не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну у тебя 2% потерь пакета. Ну 2% это не столь страшно на самом деле. Ну ладно. Но тем не менее может влиять на эту тему. Так, ну что, поехали. Поехали. Будем в пустыне. Пури в пустыне, если честно, она уже настолько играбельная стала, что мне немного от неё подташнивает. Хотелось бы какого-то разнообразия. Она уже входит на один ряд с деловым центром. Ну ладно. Ладно, я надеюсь, далее мы увидим ещё и Багдад. Ну не знаю, не знаю, будет ли у нас третья карта, позволят ли вообще такое из-за событий коллектив СПМ. Ну от Паура уже залетает OpenTrack. Динамо моментальные размены. Динамо трипл килл. Джерс у него на пасплате. Есть минус по в райту. И дерзкий 81% здоровья. Ну здесь джерс такой вылетает. Лови плюшку, пацан. И, собственно, первый раунд за коллективом СПМ. Всё было очень быстро. Всё было очень качественно. Динамо трипл килл. Динамо сегодня выступает, честно говоря, на каком-то запредельном уровне. Райца за ним такой не замечал. И вот снова OpenTrack от него. Ну в райд. Разменивается на некий. Ой, и Бауэр. Как круто спрыгивает с девятки. Моментальный минус два по дву и Динамо. И два в четыре. Теперь это игровка за Джерсом. Так скажем, последнее слово. Под Альпой. Есть один минус. Мог быть и второй там. Кстати, это 16 хп у дерзкого было. Ну и Тушкан. Саня. Сашка. Санька. Бородач. Один остаётся против троих. Потому что Джерс у нас убивает Бауэр. И, кстати, по Бауэру вообще ни разу не попал в Джерси. А кто у нас? Ну и Саня пойдёт пробовать. Выбивает 48 хп у него. Ну и здесь Бауэр, конечно же, с уашками. Оказывается, сильнее. Счёт становится 1-1. Ну что ж, довольно уверенно отыграли коллектив Warzone. Потерянный раунд. Но смотрим, как будут действовать далее. Пока что очень агрессивно работает коллектив СП. Вот Бауэр наказывает Джерсон. На миду довольно неплохо. Но здесь Динамо принимает решение просто лететь вперёд на мины. Ну и, собственно, Брайт моментально хоронит его. Но Динамо успел перед смертью откинуть хаечку. Клач, хэшот по дуо. Есть работа под бетой. Здесь Брайт минусует Тушкана. Ну и остался Мики. Зачетал Клачину 1-3. Потянет ли? Вот в чём вопрос. Уже есть информация по нему, где он находится. Ну и, собственно, передвигаются под пески. Здесь Дерзкий его принимает. И второй раунд за коллективом Warzone. Ну, посмотрим, здесь что-то подсобрались, так скажем, ребятки из коллектива. Warzone жёстко они сейчас напихали свинца в стопку команде сахарной попки. Ну и дуо вместе с Динамо опять прожимает у нас миддл. Справится ли с этим атака? Не знаю пока что, но Тушкан у нас отыгрывает со второго этажа. Здесь у него также есть Врайт, который будет с ним в случае его стреляться. Но и Джерд забирает плач у нас тут прокидом. 47 хп у Джерд заостаётся. Но здесь Дерзкий по-прежнему готов агрессировать на длине. И отходит. Принимает решение всё-таки чуть-чуть отойти. И Райт с Бауэром здесь в двоечка. Возможно, примут у нас своих оппонентов. Динамо. Динамо пойдёт Аркадий или нет? Ой-ой-ой, хороший... А, это дым, ой-ой-ой. Ну и здесь Бауэр всё-таки забирает. Динамо, Джерд. Сейчас на обороне... Хотел сказать, блина. Сейчас на обороне В фунта. Ну вот Саня Тушка может сейчас испытать ряд проблем. Но всё-таки у Райт он убирает карту. Также и Джой Бауэр есть. Ой, патроны кончаются у Сани. Ну и здесь Бауэр всё-таки с антимейтом убирают. Александр от карты и 3-1. Слушай, что-то воркзону знают об этой карте. Разошлись очень сильно, ребята. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что всё-таки коллектив СП выринет противостояние своим оппонентам. Ну и, собственно, у нас будет вновь качелька в счёте наблюдаться. Ну ладно, есть работа через лонг. Ребята довольно-таки уверенно уже передвигаются. Пауэр хоронит Динамо. Ну что же, здесь пытаются ещё как-то агрессиваться. Но один за другим гаснуть никнеймой коллектива СП. Тушкан пытается ещё как-то отыграть, сопротивляться четверым. Но посмотрим, насколько у него это получится. Будет ли это квадро в его исполнении? Нет. Клач принимает его на песках. Ну и, собственно, четвёртый раунд за коллективом воркзон. Начало миссии. Верри жёстко, Верри жёстко сейчас принимает своих оппонентов у нас воркзоны. Казалось бы, первый раунд, да, такой ошеломительный, такой быстрый в исполнении команды СП. Но здесь не растерялись воркзоны. И Тушкан сейчас может испытать ряд проблем. И моментальные минуса. Просто на фасу залетают воркзоны. И проблемы опять же. Четыре в два уже отыгрывают. Четыре... Точнее, три в один. Джерс остаётся опять же последний. И пять-один. Чё, потому что происходит? Алё. Не понимаю, после релога что-то какие-то прям неимоверно жёсткие пошли у нас минуса. Да и, собственно, как будто коллектив СП разучились играть просто в эту игру. Но посмотрим, как будут передвигаться далее ребята. Но есть уже работа на лонг. От них здесь залетает опен-трак по врайту. Но здесь Бауэр врывается спокойно на пески. Есть перестрелочка, но бедный Джерс. Сейчас просто будут зажимать. Да, именно так и происходит. Бауэр и Клачет делают этот раунд. Динамо ещё продолжает огрызаться. Но Никки попытался на уверенности отбегать. Но пока что... Не то. Ой-ой-ой. Ну, перестрелочка под песками. И... Пока что 6-1. Я вообще не понимаю, что это такое. Это... Доминейшн. Это доминейшн в исполнении команды. Команда и ворок зон. Ну, не знаю. Снова длина. Опять длина. Что же? Эта длина какая-то прям хрупкая. Команда NC Sky. Ну, вот Никки наконец-то подключается. Пушкан также присоединяется к своему тиммейту по фрагам. И здесь Джерс должен будет принимать выход на бету. Но Джерс на боковой. Кстати, здесь хорошая у него позиция. Может он здесь предрешить многое, если заберёт бластера. И видит, слышит-слышит бластера. И бластера здесь погибает. Но остаётся последний Дерцкий. По нему есть информация. Но он фуловый. Против Никки и Тушканау. Который по половине хп. Но здесь Дерцкий ещё может, наверное, зарешать. Никки у нас... Как не убил Никки, я сейчас, честно говоря, не понимаю. И 6-2. Счёт. Подумать только СП за синих играют 6-2. Что происходит? Очень уверенно себя чувствуют в атаке. Но сейчас коллектив Worldzone просто парни прут с танком. Неостановимы. Но здесь Динамо, собственно, принимает бластеры. А в райд моментальный размен на Никки. Есть работа наверх АП. Посмотрим, как ребята там отыграет на приёме. Тушкана с КХЕ минус власть. Неплохо. Дерцкий. 90% здоровья. Дуо Харони Баура неплохо. Но Дерцкий. Прохудит всё-таки под кишку. И там Светона забирает Тушкана. Окей. Должна быть уже информация. А по в райду, по крайней мере, довольно-таки громко передвигается сейчас на песках. И здесь Динамо должен слышать своего оппонента. Но посмотрим, что из этого всего выйдет. Дерцкий. Стягивается на площадь. Будет работа через мидл. В райд хоронит Динамо. Дерцкий. Какой хэдшот по дуо. Боже мой. Серьёзно. Ну и Джерц остался один. Неужели первая половина матча закончится 7-2? Я просто в это не верю. Бомба была установлена. Ну что ж. Бедный Джерц. На перекрёстном. На перекрёстном принимают 7-2 за коллективом WorkZone. Что? Простите. Победила красная команда. 7-2. Действительно 7-2. И здесь... Похоже на первую карту в исполнении команды WorkZone. WorkZone всё-таки. Если, конечно же, за атаку там опять нет каких-то помрачительных. Заготовок у товарищей. Из СП. Не знаю. Здесь трудно немножко комментировать мне вот эту вот всю картину. В том плане, что я немножко не ожидал такой прыти от атаки. И как-то просто на быстрой руке, на лёгкой ноге. Не знаю. Называйте это как хотите. Но просто уволили с карты сейчас WorkZone СПшек. Ну, посмотрим. Возможно, смена расставит свои точки над И. Возможно, Александр найдёт какие-то ключевые слова для своего коллектива. Ну и посмотрим. Посмотрим. Едем далее. 7-2. Напомню, WorkZone выиграли первую половину за атаку. Теперь им, в принципе, за диффенс, по сути, можно доигрывать довольно-таки уверенно. Сторона у них сейчас сильная. Хотя для них и атака тоже оказалась сильной стороной. Потому что счёт говорит сам за себя. Ну, будем смотреть, конечно же, пристально за этим коллективом. Ну и команде Александра Карпачёва нужно сейчас подсобраться и... Как-то настроить себя морально, не упасть. И нужно забирать, опять же, на аркадах эти раунды. Тушкан с девяткой пересстреливается со вторым этажом. Там Райт. Ну и что, длина в исполнении Ники. Увенчается ли успехом или нет. Пока что 53 хп Дерзкому оставляет Ники у нас. Ну и вроде как длина всё-таки продолжает наступать. Не дают они заднюю. Наоборот. Движутся вперёд. И здесь 8 хп остаётся только лишь у Дерзкого. И Дерзкий успевает убежать. Его отпускают. Ну и здесь отличная вылазка под миддл. С плитом. Вальфу делают парни из коллектива СП. Ну, Врай здесь какие-то жёсткие фраги делает. Он остаётся 1 в 3. Ну и бомба будет установлена на бете Ники. Устанавливает бомба. Ну и Динамо должен здесь забыть. Ага. Ага. Не попал ни разу в Ники сейчас. И... Ой, Динамо. Ну и Врайт остаётся 1 в 2. Если это будет Эйс, я побреюсь на волосы и буду кричать «Мама, я гусь!» «Мама, я гусь!» Если затащит Врайт этот раунд. Я был близок. Я был очень близок к этому. Но всё-таки 7-3. Спасибо, спасибо, Дуа. Я не буду лысым и не буду кричать «Мама, я гусь!» Так, ну что ж. Сейчас у нас очень в опасной ситуации находится коллектив СП. Если ребята отдадут ещё 3 раунда, то, собственно, будут у них огромные проблемы. Но пока что они собрали один раунд и позволят ли далее так активно работать в коллектив Фордзон? На них такие, не-не-не, парни, всё, до свидания. Просто в один миг гаснут никнеймы за никнеймом. Боже ж ты мой. 8-3. Начало миссии. Да. Я, честно говоря, отдал сейчас. Если бы я комментировал этот раунд, я бы, наверное, ни слова не сказал. О, прям там... Что это происходит? Просто моментально. Вот 2-3 фрага Динамо. Также и Дерский подключается. Минус 2 делает в этом раунде. Но здесь хаешка хороший. Он падает под ноги. Но Джер здесь его оказывается сильней. В личной перестрелке. Ну и в Райт. 1-2 остаётся. Мы видели, как в Райт стреляется. Но сейчас всё-таки Саня на злости. Я думаю, это на такой киберспортивной, хорошей злости. Александр перестреливает Райта и... 8-4. Так, ну что ж. Продолжаем. Подожди, 9-4. Нет? Нет. А, не-не-не. Да-да-да. У нас с меня сторонка. Правильно. Ну что ж. Посмотрим, как парни будут действовать далее. Но здесь Тушкан неплохо вырубает плач. А Бауэр забирает Динамо. Тушкан и Джерс продолжают отжигать под бетой. Ну что ж, Бластер пытался сопротивляться. Но Никки его переубедил в этом датне. Парень, не стоит. И это у нас уже пятый раунд. Да не, брат, брось. Да зачем тебе это надо? Ну ладно, поехали дальше. Динамо с Тушканом тропаются. Точнее, Тушкан остаётся пробегать у нас на второй этаж. А тропаются все парни под первый этаж. И здесь у клача могут возникнуть проблемы. Но Саня должен напрягать. Или иначе здесь клач просто в спину заберёт. Сейчас Александра... Как, что, что происходит? Ну вот всё-таки клач только сейчас забирает Александра. И здесь втроём остаются у нас НССК. До Динамо. На длине. Нет, Динамо на втором этаже. Это Никки на длине, прошу прощения. Так, ну и здесь... До сделал всё-таки один фраг, но из-за Динамо. Теперь слово, чем ответит данный товарищ, который на ДЦ просто уничтожил. Ну и первая пачка неплохая, но... Нарейдили его очень сильно. И здесь бластер всё-таки ставит по нему пачку. И это 4 матч-поинта. 9-5 ворк-зоны сведут. 4 матч-поинта у них на второй карте. Запахло третьей картой, пригородом Багдада. Но посмотрим, дожмут ли сейчас коллектив ворк-зон всё-таки 10-й ранцевую копилку. Или коллектив СП будут продолжать сопротивляться. Дуа принимает решение в соло пройти под пески. Ну что ж, посмотрим, оправданно ли это решение. Есть работа, но сейчас может спинкбау разойти. Ой, неплохо. Залетает опентрак. Ну и должна быть информация уже у Девского, у которого 90 кп. И да, он хоронит двум. Но Дуа перед смертью сделал дабл-килл. Ой-ой-ой, но здесь Динамо и Джердс выступают очень красиво. Ну и это у нас уже 6-й раунд за коллективом СП. Ещё 3 матч-поинта нужно отыгрывать сейчас с СПшком, чтобы выйти на дополнительные раунды. Получится у них или нет, пока, честно говоря, большой вопрос. Но Ники там неплохо действует вместе с Тушканом. Тушкан уволил второй этаж, Тушкан делал минус 2. Ну и красавица Александер. Ну и Бластер последний остаётся, за ней посмотрим, потому что мы, прежде всего, всегда смотрим за теми в меньшинстве. Ну и Ники здесь его быстро увольняет. Ещё один быстро он вкопил команду СП. 9-7, ещё 2 раунда отделяет СП от дополнительных раундов. Ну что ж, посмотрим, посмотрим, смогут ли СП довести до допов, или же всё-таки будет победа воркзонов на этой карте. Итак, есть работа на лонг, твой Ники. Посмотрим, как получится. Заход на пески, перестрелочка в рай, это потерял хп-шлем. Ну что ж, 16% здоровья, но всё-таки выключает из этого раунда дуо. Ники продолжает агрессивно работать под бетой, но очень сильно рискует покаймать от дерзкого, что именно и происходит, но всё забирает Бластера. Тем временем Клач вырубает Динамо. Тушкан и Джерс остаются вдвоём, но здесь Джерс очень агрессивная работа на мидуо. Минус Бауэр. Тушкан выходит с кишки. Есть информация у Клача, есть хэдшот. Ну что, Джерс остался соло, есть по нему информация, активная перестрелка, два тела подальше принимают, и в рай все-таки забирает Джерса, и это 10-й раунд за коллективом Workzone. Тем временем счёт по картам 1-1, 1-1, да-да. И будет третья карта, пригород Багдада. 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 Так, 10-7, ПЗВИН, да, ищем, есть ли у нас такие. Сейчас ещё раз проверю, но нету таких. Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Так, вот я вижу, 10-8 ВЗ. Так. Савелья у нас стоял 10-7, а на кого 10-7 не уточнил. Ну что ж, сам виноват. Идём далее. 10-7 СП. 10-5, 10-6 СП. А нет, уточнил СП. Прошу прощения за САЭЛ. Но всё-таки у нас ворки победили. Смотрим далее. 10-7 СП. Ну и, собственно, всё. Всё, нету, нету у нас людей, которые угадали Б. Ну что ж, раз нету, тогда кодик полетит у нас в чат без последней цифры. Выиграли ворк-зоны. На ворк-зонов никто не ставил. Так, подождите, следующие ставки делать в этот кодик заберите хотя бы. Без последней цифры. Но у нас вновь перезаход от коллектива в ворк-зон. Ждём, ждём их. Потихоньку да помаленьку. Без последней цифры. Без последней цифры. Ну что вы такие стеснительные ставочки. Делайте ставочки. Экспресс-ставки делайте активненько. Тринадцать одиннадцать СП. Угу, допы. Ау. Кто я? Я в командировку. Окей. User left your channel. User left your channel. Так, ну что, ребятки, всем здравствуйте, всем привет. Я, к сожалению, не могу посмотреть, сколько вас сейчас на стриме, но, надеюсь, у нас там за соточку точно. Ребятки, кто напишет мне в личку? Кто напишет мне в личку, сколько человек сейчас на стриме? Буду очень признателен. Буду очень, очень и очень признателен. Кто напишет в личку мне сейчас? Сколько человек на стриме? Я думаю, человек сто двадцать, наверное, где-то. Но, опять же, я не уверен, поэтому прошу вас поделиться данной информацией со мной, уважаемые зрители. Почти сто пятьдесят. Спасибо, Антон Максимович. Спасибо, Екатерина Культина. Ой, сколько много народу? Сто сорок. Кристина Ефименко. Спасибо. Всем спасибо, в общем. Диман Никитин тоже спасибо. Огромнейшее вам спасибо. Так, это самое. Ну что, давайте, третий карт, пригород Багдада. Я чувствую, на самом деле, что у меня здесь подлагивает немножко. Но, ребятки, есть very good новость. Very good новость. Very good новость. Возможно, на следующей неделе I will have a new PC. Кто понял, тот молодец. Кто не понял, тот... Learn in English. English play as a... Play as a... Так, ладно, давайте, ждем последнего игра. Call, команда, work zone. Right, перейзайди на сайт арен. Так. Так. Карта классная, да. Тут Анатолий Максимович пишет мне в личное сообщение. Карта действительно хорошая. Я помню, стримили мы один раз, но единственное, что она подлагивает немножко. Вот это мне не нравится. Кстати, у нас что, на календаре это 20 ноября. Практически через месяц Новый год. Куда полететь? В Сейшелу или Таиланд? Или на Гуа? Куда полететь? С девушкой на Сейшелу, на Гуа или в Таиланд? Так, ладно, давайте. Чего там? А, ждем райт, пока, видимо, перезайдет на сайт арену фу-гейм. Арену фу-гейм. Фу-гейм, фу-гейм. Также, для тех, кто еще не в курсе, для тех, кто в танке, ну, я думаю, здесь таких не особо много, но все-таки, все же, я сообщу. Для болельщиков московского Спартака сегодня наш всеми любимый московский Спартак выиграл у Анкара 1-0, забил Глушаков. На 91-м минуте с отличнейшего удара с дальней позиции, от перекладины, даже от крестовины, наверное, прям в девятину вломил и заработали мы еще 3 очка и просто закрепились на первом месте. И, конечно же, это нереально приятная новость. Вроде все, Герман, так, ну, мы тогда с Максимом, я думаю, начнем. Но Максим пока почему-то еще не присоединился. Прям я в комнату. Ну, я думаю, гоу, гоу, ножи начнем все-таки. А там, я думаю, Максим уже постепенно присоединится к нам. Та-дым, 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 та-дым. Так, ребятушки, ребятушечки. Герман фашист. Почему Герман фашист? Потому что я Герман, это не Германия. Типа, нет. Я не Гер... Нет, хотя с английского, типа, мои имя можно интерпретировать по-разному. Можно говорить Хенри, типа Генри. Ну, у меня так... Мой носитель языка называл. А вообще, типа, правильно-правильно будет Герман. Типа, ну, а Герман это Германия, по сути. Ну, не знаю, не знаю. Но я не немец. Я чистокровный русский подмосковный парнишка, который картавил 14 лет, ребят. Я не какой-то там гонец зарубежный. Ладно, а у нас ножи. В пользу команды WorkZone. И мы едем дальше с вами. Ну, теперь уже ставим вооружение, equipment. Учим английский вместе с Германом. А сюда еще позвать Даниила Савостина. И все. Это преподаватель географии, преподаватель английского. И можно, так скажем, в полной боевой готовности учить английский и играть в поемблах. Со мной я с Джонни. Я думаю, мы этот стримчик как-нибудь забахаем с Даниилом Савостиным. Как-нибудь. Так, ну что? Мы начинаем. Пригород Багдеде. Багдеде. Багдодо. Богдан. Лайк, если тебя зовут Богдан. Ну ладно, поехали, ребятки. Третья карта. NC Sky против WorkZone. Ну или SP. Они же с охраной попки против WorkZone. Ну и все-таки, я думаю, Александр и его команда больше хотят, чтобы их называли NC Sky, а не с охраной попки. Ну все-таки. По регламенту они SP. Ну что? Карта. Интересная. Позиции на ней, я так скажем, ребят, честно скажу, я не знаю. Ну что? Поехали, поехали, дамы и господа. Смотрим за картой пригород Багдада. Пристально смотрим, учимся играть на ней. Потому что карта действительно хорошая. Она новая. Она, в принципе, не заезженная еще. И вот бластер у нас оформляет. Open Frag. Неплохо. Неплохо. Ну что же будет дальше? Дерзкого. Начекал здесь Тушкан. Есть перетрелка. Но здесь бластер даблкил оформляет. Может и триплкил оформит. Поднимет. Но нет, здесь Бауэр его забирает. Динамо. Отличный минус по бластеру. Тушкан также не остается в стороне. Забирает плач. И, возможно, какой-то ретейк сейчас будет в исполнении. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Динамо хороший минус. Но дерзкий здесь все-таки Александр-то срубил. Срубил с ног и оставил Динамо одного. Воевай. Ну и будет бэтленд, скорее всего, установлен. Ну и все-таки... Не знаю, трудно будет выбивать. Нетрудно здесь. Смотрите, сколько много, да, ящичков, всяких нычек. Где можно заныкаться. То есть, ну, карта действительно очень симпатична пока что. Смотрится. Много ходов всяких. Поэтому учите карту. Мне, кстати, тоже ее надо учить. Ну и вот дерзкий. Все-таки забирает Динамо. И 1-0 в пользу коллектива WorkZone. Сейчас у них пад-б будет, думаю, пишет Клач. Но кто знает, товарищ Клач, возможно, ты прав. А возможно и нет. Курается М200 у нас. Ой-ой-ой, как не попадает. Ну все-таки, наконец-таки, Врайт убивает своих оппонентов. И перемещается уже под бэт. Ну, Клач там будет прожимать, наверное, сейчас уже некий хороший фраг по дерзкому. Саня Тушкан проходит у нас под... Я не знаю, как позицию, наверное, назвать. Наверное, винты тоже, наверное, как-то своеобразно их можно нарицать. Ну и здесь тайминг ловит просто товарищ Клач. Клач делает даблкил. Ну, Джерс у нас разменяется по блатеру. Джерс даблкил неплохо. Ну и еще двоих забрать и будет совсем конфетно. Но Джерс все-таки смещается обратно под Т-спал. Но здесь его Бауэр уже зажимает. Ну и могут возникнуть проблемы. Да, это 2-0. Что там, Максим? Так, ну что ж, ребят, снова всем привет по поводу Врайта и его ренейма. В общей сумме судья оказался добрый, но сказал ей еще одно такое вот происшествие с этой командой. И команда получит техническое поражение. Ну и, собственно, это снятие игрока. Да, по поводу перезаходов, они возможны при смене карт там или сторон. Так что это все. Все нормально. Да, все нормально, Врайд пока что живет. Но тем временем у нас 3-0 же. Воркзон ведут, УСП. И здесь УСП, походу, проблема. Причем огромные. Ну что ж, посмотрим, посмотрим, как парни будут действовать. Но нужно срочно что-то предпринимать. Тушкан у нас будет работать через мидо. Пытается начекать своего оппонента детского. Он очень сильно рискует. Клач тем временем выходит уже под фонтан. Ну и Тушкан стягивается в темку. Посмотрим, как реализует себя сейчас Клач. Ники откидка Е. И Клач заходит в спину с своим оппонентом. Пошла Месиловка. Но все-таки его зачекали моментально. Проход у нас осуществлен сейчас под Альфом. Ну и, собственно, Джерс устанавливает поинт. Ники 44% здоровья. Будет отыгрывать у нас уже от Альфы. И Врайд Соло работает через мидо. Ой-ой-ой, Врайд какой хоть что-то залетает. Но Джерс его не прощает за своего тиммейта. Ну и, собственно, этот раунд в копилочке коллектива СП. Ну что, счет 3-1 у нас. Да, там не сманшотил Врайд. И посмотрим. Ну, видимо, на Альфу будет выходить команда сахарной попки сейчас. Ну, Тушкан вот, в момент, будет подниматься. И здесь его встречают Клач. И Клач просто неумолим. И жестко здесь его принимает, конечно же. Тушкана. Его принимает Тушкана. Ну, что-то у меня совсем не забыл из них. Ладно, это не столь важно. У нас здесь снова выход в спину от Врайд и Диаскова. И забирают они Ники. Ситуация вообще не радужная для команды СП. Но здесь Джерс как бы сделал минус. Но ХП предательски убавились у него. И 9 ХП, конечно же. Точнее, 6 у Джерса. Это летальный исход для него в этом раунде. Счет 4-1. Ну что ж. Все ближе и ближе коллектив Коргзон к тому, чтобы забрать первую половину матча в свою копилку. Но посмотрим. Тушкан и Джерса работают через съемку. Сейчас под Бетто. Посмотрим, как будет принимать Лачу в упоре. И теряет основное количество ХП. Уже остается 18, но успевает откинуть ХЕ. Забирает Джерса. Тушкан 23% на хилбаре. По-прежнему агрессивно работает через съемку. Но тем временем есть накал страстей также и на Миду. Здесь Динамо принимает Клачи. Неплохо. Ники отстреливает в Райта. И проход под Альфу должен осуществляться. Там Бауэр на приеме. Дерзкий стягивается под дрон. Пекает своих оппонентов на Миду. Перестрелочка довольно-таки активная. Ребята зажимают сейчас Бластера. И Ники также хоронит Дерзкого. Пауэр остался соло. Ну что ж. Не самая лучшая ситуация у него сейчас. Но посмотрим. Плэнт установлен под бетой. Один против четверых. Но вот Динамо, Ники и Тушкан, Родовые в хламы. Особенно против дуалов. Но Динамо такой, ну ладно, так что быть. Я сам разберусь. И собственно минус 4-2. Да, 4-2. И буквально остается у нас немного. Три раунда до конца первой половины. Ну и кто же их заберет очень. Пока еще спорный вопрос. Здесь еще и команда СП могут забрать. Три раунды выиграть вообще первую половину. Ну там плач идет прожимать своих оппонентов. Минус 2 моментальный под Тушкану и Джерзу. Но плач просто здесь выносит. Попросили вынести мусор. Вынес СП. Говорит плач. Но здесь все-таки дуалов. Ники также отвечают минусами неплохими. Дуалов. Дуалов. Нет, Дерзкого не забирают. Ну вот сейчас Ники отличная пачка. Ну и 2-2. Турок уже 2-1. Дуалов последний остается. И небольшие проблемы сейчас у Геннадия. Геннадий выстреливает по Урайту. Но у Урайту практически полный запас здоровья. Сейчас это 5-2. Если будет 7-2, то это беда. Первая половина уже за коллективом Worldzone. Но посмотрим. Действительно, если будет 7-2, это будет крайне неприятно. Но посмотрим, посмотрим. Дерзкий, тем временем, делает опентрак по Тушкану. Есть у нас работа под Альфу. Неплохо, неплохо. Здесь Бауэр работает на приеме. Даблкил оформляет. Динамад Кит Хае забирает Бауэра. Есть минус от плача. Ну что ж, Ники остался соло бедняга. Ой, как я ему не завидую. Со всех сторон сейчас будет зажимать Барни. Но здесь плач врывается в позиции плента. Минус Ники. И 6-й раунд за коллективом Worldzone. Ну что, поехали. Последний раунд первой половины на третьей карте у нас уже очень близок. Но из-за дела на смене сторон уже, к минимуму, неплохой себе обеспечили Worldzone. И здесь Тушкан. Посмотрим, справится ли с выходом из темки. Нет, не справляется. Снова его прокидывает. И просто Райк его моментально забирает. Ники моментально размен. Дерзкий также остается в стороне минус Динамо. И 4 в 3. Позиционное преимущество сейчас у команды Worldzone. Они хорошо стоят на плантах, на перетяжках. Но вот Райк сейчас ошибается. Его Ники моментально забревает. Дерзкий также сейчас остается один. Под Б-плантом. Ну и получится ли здесь выстоять. Ситуация 2 в 2 довольно спорная. Сотка у Бауэра, сотка. Также и у Дерзкого. Но Ники его забирает. Ну и возможно все-таки третий раунд упадет в копилку. Команды СП. Команды. И Бауэр 1 в 2 будет отыгрывать эту отыгровочку. Отыгрывать эту игровочку. Отыгрывать этот момент. НС, Скай, Ники. 85 хп, Ду, 87. Ну и у Бауэра на самом деле время-то не так много, чтобы доигрывать этот раунд. Здесь ему нужно как можно скорее отыгрывать. Ну и Ники здесь встречается на его пути. Минус от Бауэра имеется. И здесь Ду, 1 в 1 с ним остается. И чья же возьмет. Ну у Ду, у Ду, у Ашки. Поэтому здесь вроде должен забирать своего оппонента. И да, Геннадий вырывает этот раунд просто на зуба у своего оппонента Бауэра. И 6-3. И мы выходим на смену второго. Победила с синяя комбината. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Максимилиан, ты здесь? Да-да, я тут ставочки еще смотрю. А, да, ставочки, точно. А кто у нас? Мы еще же не влеклись. Это только первая. Первая карточка. Так. Первая половина. Да-да-да, первая половина. Ну что ж. Ставки сделанные. Ставок больше нет. И, 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 и. Ты только сейчас закрыл ставки, что ли? Так мы там пока разбирались, то-се. Я как-то отвлекся вообще от этой темы. Но все, ставочки уже закрыты. Ничего страшного. Так, зеленеем потихонечку. Ждем мы, ребят, пока уже нажмут все кнопку готов. Жмем теперь только Александр Тушкана-Карпачева. И въезжаем в стройку. Въезжаем. Поехали, дамы и господа. Последний противостояние между этими коллективами. Это третья карта. Напомню, счет серии 1-1. В принципе, довольно легко. ДЦ забрали у нас СП. Ворогзоны. Также, ну, без особого, так скажем, прям сильного труда забрали. Бурю в пустыне. Ну и сейчас третья карта. Пригорода Багдада. И пока ворогзоны впереди своих оппонентов на три раунда. Счет 6-3. И теперь ворогзоны играют за атаку. Но здесь, я так понимаю, дифферс тоже, да, сильная сторона? Здесь все стороны сильные. Они вот просто сбалансированы. Классная карта. Я обожаю на ней играть. Ну что ж. Давайте посмотрим, как будет обороняться сейчас у нас коллектив СП. Забрасывают ники под бету. Динамо у него на подхвате будет в переулке. И, собственно, Тушкан отыгрывает от трона. Ой-ой-ой, какой хэдшот долетает. Ну что ж, опенфраг положен. Как будут действовать ребята далее? Клач играет очень агрессивно через миддл. И очень сильно рискует. Но Тушкан также попытается зайти сейчас в спину к своим оппонентам. И может собрать неплохой урожай. До тем временем хоронит Бауэра. Зачекали уже Тушкана. Забрасывают по нему дэмош. Но Тушкан разбирается с кластером. Клач моментально его хоронит. Но ники не успел захолповать. Но, тем не менее, ребята забирают этот ран в свою копилку. И счет уже 6-4. 6 в эфире. 6 в эфире. Счет довольно-таки пока еще скользкий. Для команды воркзоны они в роли пока что лидеров. Но я думаю, здесь воркзоны будут. Догонять ники. Отлично, опенфраг. Есть пау-райту. Что у нас? Есть выход. Есть выход под бету. Ой-ой-ой. И моментальные размены полетели. Бауэра, клач. И как хорошо играют. Но ники здесь не пристой. Но у ники 2 хп. Ему нужно бежать срочно. Холповать всей команде. Потому что его бластер здесь уже забрал. Ну и дуо вместе с джерзом. Попытаются вдвоем выбить подставленную бомбу. Джерз. Минус 1. Хорошо. Но бластер моментально размены. Посмотрим за дуо. Он, в принципе, фуловый. Откидывает хаешечку у нас под плент прям-таки. Но чуть-чуть она не достигает, на самом деле, Бауэра. Ну и дуо. Есть перестрелка. И здесь, не знаю, очень хорошие позиции закрыты. И приняли и бластеры дерзкие. Поэтому только выходить дуо нужно. Но здесь еще и бластер может... Ой, хаешка еще по таймингу залетает. 66 хп у дуо остается. Но здесь просто на перекрестный огонь выманивает. Все-таки дерзкий. И бластер добивает своего оппонента. И счет 7-4. Ну что ж, потихоньку да помаленьку продвигается счет в копилке коллектива Workzone. И посмотрим, как будут парни действовать далее. Но сейчас коллективу СП просто ни в коем случае нельзя расслабляться. Вот от Пушкана залетает OpenTrack. Динамо подключается. Хоронит плача. Ну, посмотрим, что будет далее. Динамо минус бластер. Брай также рискует распасть от Джерза. Но посмотрим. 36 хп у каждого. И Динамо заходит в спину. Трипл килл от этого парня. Бауэр огрызается сейчас под альфой. Минус Пушкан. И остается один против троих. Ой-ой-ой. Но Джерз 36% хп. Динамо 69%. И Ники 100% на хилбаре. Итак, как отыграет? Пока что находится у нас в переулке. Джерз должен найти. И да, именно так и происходит. Минус. Ну и, собственно, это уже... Какой? Пятый, да, раунд? Да. 7-5 счет. Воркзон это прежний. Пока что на два раунда впереди. Но надолго ли? Надолго ли вот этот вопрос? Потому что здесь вроде как настроено на камбэк у нас НССК. Но и Ду сейчас будет прожимать у нас боковую линию. Ну и Ники там уже OpenFrag отмечает свой. Ну и у Бауэр мы взяли размен. Тушкан хороший минус поддержку. Мунике погибает от Бауэра. Ну и здесь Тушкан в своей компании должны забирать все-таки в рай. Это да, тварь, погибает. Ну вот Тушкана 20 мхп. И будет установлена бомба на бете, скорее всего. Бауэр засел у нас. А бомба-то в Альфе установлена сейчас будет. И Бауэр здесь в роли разводящего. Но недолго он развод... Ой-ой-ой, Дуо тут все-таки он убил. И здесь вот Тушкана еще проблемы. Бауэр забирает этот раунд в Солянова. 8-5. Вот это поворот. Ну такого поворота никто не ожидал, мне кажется. И остается всего лишь два раунда. Чтобы забрать воркзоном для победы на этой карте. Но посмотрим, смогут ли они дожать своих оппонентов. Динамо тем временем довольно-таки агрессивно работает в темке, но там никого. И если пройдет, то очень может неплохо собрать урожай. Тем временем вся движуха у нас уже под Альфой. Там Дуо, бедолага, в эпицентре событий. Тушкан ему саппортит как может. Но пока что это особо не задается. Забрасывают парня хаешками со всех сторон. Ну и, собственно, Тушкан падает. Клач делает опен-фраг. Неплохо. И здесь Дуо пошли разметные. Минус Клач. Бауэр продолжает унижать своих оппонентов. Минус Динамо. Дерзкий хоронит Дуо. Ники. Залетает ответный хэшот по бластеру. Ну что ж. 53% здоровья. Бауэр сбоку. И потерянное право на ошибку. У коллектива Эспен. И девятый раунд за воркзону. Да, слушай. 9-5. Уже в рай. У нас. Как-то это и переспение. Все. Пошел. Пошел. Ну давайте посмотрим. Это выход под бету. Скорее всего ориентировочно. Бауэр это так. Лишь на место его пускают. Сейчас бластер погибает от Динамо. Неплохо. Но Тушкана уже один хп. Каким-то образом остается. Ники также неплохо. Минус поклачу. И здесь уже численное меньшинство воркзоны. Нужно как-то придумывать. Куда у нас выходить. Бауэр замечает дуо. Хорошая хаешка. А дуо залетает. Но сейчас бластер, наверное, умрет. Ну нет. То есть не бауэр. Но и бауэр чем минусует. Все-таки дуо. Но Тушкан с одним хп его перестрелял. Дердкие минусники. Дердкий может еще и забрать Жерезу. Да, так и есть. Но Динамо здесь вовремя поспевает. Ой-ой-ой. Количество хп у Динамо и у Тушкана. 13 и 1. 14 хп на двоих. 73 у Райта. Будет бомба на бете. Сейчас установлено уже. Ну и товарищ Райт здесь. Как бы громко, наверное. И как бы неприятно не звучало для болельщиков команды в составе. Вероятнее всего заберет раунд, если здесь какое-то чудо не сделает. Либо Тушкан, либо Динамо. Это шайная голова какая-нибудь, к примеру. Либо выход на размен. Но опять же. Если с первой пули на размене вы не попадаете. Просто переводит прицел. У нас товарищ Райт и забирает и одного. И второго. Вот, собственно говоря, по одному вышли сейчас ребята. И у Динамо проблемы. И это победа команды. Ворк Зон. Со счетом 10-5. На Пригород Багдада. Ох-ох-ох. Ворк Зоны. Вот это поворот событий. Так скажем, небольшая сенсация, наверное, даже. Так, ну что ж. А ну пока что посмотрим, что у нас по ставочкам. 10-5 говоришь? Да. 10-5. Так, 10-5 пользуюсь П. Вижу, было делом. 10-5. Ага, вот вижу. Клей. 10-5. Дом. 10-5. 10-5.